Добрый день уважаемые господа с вами Константин Белый я отвечаю на ваши вопросы вопрос был задан нужно ли обливать стены водой в каких случаях приходит тому что нужно обливать стены водой ну конечно когда у вас баня реально перегрета вам нужно реально снизить температуру бани там произвести как говорится ее перевод в другие режимы это вот очень часто происходит когда у вас печь стальная которая имеет высокую конвекцию которая на следующий день как говорится называется у нас чаще саунная ну некоторые называют ее и банная если конечно не берут ее там обкладывают кирпичом там заваливают камнями но тем не менее чтобы нагреть эти камни все равно ее гоняют долго и все равно перегревают парное помещение потому что печь для бани она самодостаточная она должна иметь определенные зажатые режимы нагрева помещения и как говорится хорошо прогревать парогенератор вот когда вы перегрели парное помещение то да возможно окатывание стен поможет вам снизить температуру потому что вода испаряясь начинает забирать тепло пар в этот можно первый как как некоторые говорят скинуть первый пар вот и скидывает его в открыв все что можно открыть там двери окна и температура в помещении резко падает если вы в сухом помещении откроете вы понятно так быстро не скинете эту температуру только вот в данном случае вода поможет реально скинуть что еще еще как говорится некоторые говорят что это помогает выровнять влажность помещение ну выровнять влажность помещение поможет лучше всего парк с каменки вот лучше его влажность помещения не выровняет ничего потом некоторые говорят что это улучшает прогрев массива но по самому большому а зачем нам прогревать массив что мы хотим добиться мы хотим прогреть стены или согреть улицу, чтобы прогреть этот массив, нам нужна тепловая камера. Дерево является великолепным изолятором, не позволяющим быстро перемещать куда-то эту температуру. И если мы начинаем дерево намачивать искусственно, что мы все равно не сможем сделать, вот если обкатывая стены, мы так его не намочим. Но тем не менее, если мы так хотим намочить стены, чтобы создать влажность стены, чтобы создать ее в большую теплопроводимость. Ну создали мы большую теплопроводимость, что мы от этого получили? Ничего. Поэтому главное для нас это та капсула, которую мы создали, термокамера, в которой мы находимся. И мы в ней создаем вот эти температурные и влажностные режимы. И ценность дерева именно в том, что оно является не так уж сильно героскопичным, как пар там резко в дерево не впитывается. И дерево не сильно, как говорится, передает тепло. А на поверхности все-таки создается такая вот температурная, повышенная температура. И вот эта вот повышенная температура и будет помогать нам в парении. Потому что нам нужна конденсация влаги не на стенах, как бы мы хотели, при парении. А все-таки конденсация влаги нам нужна на венике, на теле человека. Вот где основные параметры. Ну, конечно, если у вас перегрета парная, вы, конечно, будете обливать стены. И еще очень часто люди, как говорится, имея кирпичную стену, тоже пытаются обливать стены. Ну, тут понятно, почему. Потому что кирпичная стена имеет очень слабую инерцию. Очень слабую инерцию. Она не догревает помещение сколько нужно, или иначе ее нужно часами гонять. Не всех хватает терпения там 6-8 часов топить. И они заходят раньше, они обдают стены водой и в это время начинают поддавать на каменку, чтобы получить пар. Вот этот пар начинает садиться на стены, конденсируется. И при конденсации выделяется определенная температура. Это закон физики, никто ничего здесь не придумывает. И вот эта температура начинает прогревать стены, выравнивает вот эту температуру в парной. Тогда стены и воздух примерно становятся одинаковой температурой. Вот эти причины, которые нужны для проливания стен. И при нормальной печи, получается, ничего обдавать не нужно. Это уже чисто ваши, как говорится, пожелания, желания. А особенно, как говорится, в коммерческих банях это вообще с ужасом смотрят. Они вообще стараются, чтобы с водой люди туда не заходили. У них парная, это просто тепловая камера. Воду туда они заносить не разрешают. Поэтому никакой поддачи там не может быть. То, что говорится об обливке стен, поддачи нормальной, это все семейные бани. Это все бани паровые, русские бани, которым мы привыкли. Которые мы знаем, которые на сегодняшний день являются для нас самыми главными. Потому что все вот эти сауны, они со временем отомрут. Не может человек, как говорится, ходить туда, где он не получает нормального оздоровительного эффекта. Не может человек так много времени тратить на такие вот простые, неполезные процедуры. Поэтому баня была, есть и будет. Поэтому, как говорится, задавайте вопросы. Правильно, что задаете. Понимание должно быть, почему мы там делаем. Те или иные процедуры, которые нам нужны для того, чтобы мы могли получить полное удовольствие и полную пользу. Поэтому задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. Ссылки на наши источники вы получите в описании. Пожалуйста, куда вам задать лучший вопрос, сами решайте. Но лучше задавайте их на форум. Это ускорит наше общение, ускорит подбор материалов для видео. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok